Добрый вечер. Меня зовут Наталья Григорьева. Я художница, живу и работаю в Москве. И сегодня хочу вам представить свою выставку «Цвет и свет», которая должна была состояться в гостином дворе в середине апреля. Но, к сожалению, по понятным причинам она уже не состоится. И возникла такая идея сделать вот такой как бы виртуальный показ этой экспозиции, сделать виртуальную презентацию этой выставки. Это для меня абсолютно новый формат. Но попробуем сделать так, чтобы вам было интересно. Небольшую презентацию вам хочу показать и прокомментировать. Здесь я вот сделала такую как бы видеонебольшую презентацию вот этих вот залов, где, возможно, могли бы висеть мои работы. Вот с левой стороны вы видите большой зал. С него начинается, собственно говоря, выставочный вот этот вот комплекс этих небольших залов гостиного двора. Здесь вы входите, видите мою мастерскую в Париже, которая была написана мной в конце 2019 года. Вообще пространство вот этих вот небольших залов гостиного двора, оно удивительно подходит под мои работы, потому что они достаточно камерные, они не очень большого формата. И когда я увидела впервые это пространство, я поняла, что это то, о чем можно мечтать. Вот такой, во всяком случае, художник, как я, может мечтать всю свою жизнь. Потому что, так как это как бы серия залов, а у меня очень много серии работ по разным и техникам, и темам, и годам, то можно сделать, было бы очень интересную экспозицию. Уже она была у меня вся придумана, но вот, к сожалению, она не реализована. Но буду надеяться, что когда-нибудь она все-таки реализуется. И еще такой, хотела сказать, момент, что когда вы подходите к этим залам, вот где должна была висеть моя выставка, вы проходите по коридору с витринами, в которых выставлены артефакты, найденные во время раскопок и реконструкций, ремонтов гостиного двора. И как бы вы уже настраиваетесь на такой хороший музейный, как бы лад, когда вы проходите, уже готовитесь войти в этот зал. Структура очень интересная. Большой зал, и направо-налево идет такая галерея. Четыре зала направо, четыре зала налево. Это очень здорово, и можно сделать очень интересную экспозицию. Еще раз повторяю вам, это афиша, которую я планировала к этой выставке. На ней окно моей очередной парижской мастерской, которая была сделана в 2014 году. И вот чуть-чуть по концепции. Это разнообразие мира в путешествиях, впечатление от изменяющегося цвета и света, который, собственно говоря, дал у названия этой выставки, и работа из дневника художника. Но я много езжу, я много работаю по разным мастерским. И вот эта вот тема цвет и свет, которые меняются в зависимости от того места, где тебе удается поработать, и это ты видишь, и ты это пытаешься как бы на холсте или бумаге передать и запомнить, это очень интересно. Это действительно этим можно заниматься всю жизнь, вот этой вот темой освоения и передачи окружающего, меняющегося, удивительно меняющегося света и цвета. Ну, из дневника художника понятно, потому что я очень много работаю, я много делаю набросков в путешествиях. И, естественно, достаточно большие серии работ, которые вот я планировала показать. Тема – это город, дача, море. Город Париж. Дача – это наша подмосковная дача. Море, Балтийское море, где я очень много делаю работ, и, так сказать, достаточно регулярно. Жанры – пейзаж, натюрморт, интерьер, техники, живопись – это традиционный холст, картон, масло. А графика очень разнообразна. Это и акварели, пастели, масляные пастели, карандаш, простой цветной и акварельный. Я по образованию художник-график, я кончила полиграфический институт, поэтому, конечно, графика – это вот просто моя профессия, и разными техниками я достаточно хорошо владею их знаю. Это текст для пресс-релиза. Не буду вас утомлять, вы его прочтете, потому что это все будет, эта презентация выложена на сайте. Скажу, что эта выставка могла осуществиться благодаря, при поддержке из «Свест Юнайтед Банка» в Люксембурге. Дело в том, что с этим банком меня связывает уже почти 20 лет отношений. И впервые на мою выставку в Люксембурге представительница банка пришла в 2003 году. И с этого момента банк начал покупать мои работы. То есть вот то, что я делаю, как-то удивительно легло им на душу. Поддерживать мои проекты, финансировать мои выставки, финансировать каталоги. Много было изданных календарей для вот таких корпоративных календарей банка с моими работами, даже банковские отчеты украшали какие-то мои работы. И банк достаточно много дарит и своей коллекции, и, так сказать, то, что они покупают у меня там в последние, ну, в течение наших, периода наших отношений. И даже две работы есть. Собственно говоря, я ее подарила, и банк ее подарил, у мэрии города Люксембурга. И одна работа есть у герцога Люксембурга. Так что, в общем, вот, как бы банк меня активно пропагандирует в Люксембурге. Ну и вот эта вот нынешняя выставка, она должна была быть продолжением выставки, которая планировалась в марте в Люксембурге. Она называлась так же, как и новый каталог, который вышел мой в девятнадцатом году, Miracle of Colors. И она, естественно, тоже не состоялась. Это как бы вот единый проект. Но я надеюсь, когда-нибудь нам все-таки удастся его осуществить. Часть экспозиции состоит из работ, сделанных мною в парижских мастерских Cité Internationale des Arts. Но на этой теме я предполагаю, если мы с вами еще раз увидимся, остановиться отдельно, потому что тема этих мастерских, история этих мастерских, она очень интересная, это уникальное место в мире, где собираются художники и музыканты со всего мира. И вот отдельно мне бы хотелось показать работы, на которые меня пребывание и работа в этих мастерских вдохновило. И вот презентация такая виртуальная, залов гостиного двора, где могли бы висеть мои работы. Вот предположим, они могли бы висеть так, просто вы немножко можете посмотреть, как это выглядит. Это вот тоже такая, как бы, часть экспозиции. Это вот три работы, это посвящено Люксембургу кусочек, и они все вошли в новый каталог. И вот с правой стороны слайд, это галерея залов. Вот как это могло бы, инфилада, как это могло бы выглядеть. Здесь вот две картиночки. Это большие акварели, которые сделаны были мною, тоже во Франции, в Париже. Здесь что-то, тематика мастерской, что-то из моих поездок. И вот с правой стороны два натюрморта, но их я покажу вам отдельно, в большем формате, при нашей следующей встрече. С левой стороны вы видите слайд, большая серия пастелей. Это как раз Балтийское море. Вот здесь вот две штучки, вы можете увидеть, вот они так выглядят. Их достаточно много, я планировала их много показать, но вот как бы выглядят они все по-разному, но примерно вот такая вот картиночка. И с правой стороны тоже парижская тема. Это вот холст, моя последняя мастерская, вид из окна. И с правой стороны два окошечка, тоже двух мастерских. И поподробнее о живописи. Эта живопись вошла в последний каталог. Живопись это 18-20 годов, она последняя, собственно говоря, вот последние годы. Вот эти две работы, почему я поставила рядом, потому что меня тема снега и цветов на фоне снега и каких-то предметов очень занимает, потому что есть две сложные темы, два сложных цвета – это белый и зеленый. И вот сделать разнообразным снег и сделать разнообразным зелень цветов – это очень сложная задача, и с ней не очень многие справляются хорошо. И вот когда меня занимает стекло, вот это стекло на снегу, бликование, когда работа начинает звенеть. Вот техника масла, она вообще не склонна к звону. Это тяжелая техника. И работы достаточно такие тяжелые получаются. А вот когда у вас есть такой подход, как бы все равно есть такая некая графичность, есть звон. И вот этим очень интересно тоже таким маслом заниматься. Две работы в тему названия выставки «Цвет и свет». Одна написана в Париже, другая написана под Москвой в интерьере. Вот здесь, обратите внимание, земляная палитра, но работа, которая написана во Франции, левая вот с этой черной занавеской, она по гамме цветовой чуть теплее, чем правая. Вот какой-то есть момент. Вот небольшое отличие. Ну, сразу понятно, что она написана на другой территории при другом освещении. Это две работы подмосковные. Слева работу «Я люблю». Она называется «Хрупкая красота». Но здесь понятно, откуда название. Это такой старый кирпич, старый камин. И в нем уже почти осыпающиеся цветы, готовые осыпаться. Так она работает на контрасте, эта работа. Ну, а правая работа, она композиционно для меня достаточно интересно решалась, потому что вот все это буйство цвета объединяется вот этими небольшими охвистыми вкраплениями, которые, собственно говоря, композиционно эту работу и удерживают. Тема снега, зимы. Тема нелюбимая вообще и зрителям, и не очень любят тему зимы, и покупателями, могу вам сказать. Но я ее очень люблю, потому что это для живописца дает очень большие возможности вот в каких-то тонкостях цветовых и световых передач, этих тонкостей. И вот здесь вот я так вот вам специально сделала показ этих работ. Две крайние сделаны достаточно недавно под Москвой. А центральная работа, она тоже сделана в том же месте под Москвой, но после двух месяцев моего пребывания в Калифорнийской, в Калифорнии, в мастерской на Калифорнийском солнце. И вот здесь вот совершенно очевидно, что тоже эта работа гораздо теплее, чем те, которые сделаны вот как бы уже с длительным пребыванием на российской территории. Рождественская тема, Новый год. Очень люблю, много пишу, много разошлось по корпоративным и частным коллекциям таких работ. Любой Новый год, любое Рождество появляется какая-нибудь работа с этой моей любимой темой. Ну вот здесь вот центральная работа, это работа прошлого года, должна была быть показана на выставке, но, к сожалению, ничего не состоялось. Слева работа вошла в каталог, правая работа тоже в новом каталоге. Две работы из каталога. Это такая вот летняя, сложная, сложный зелёный. Очень интересно работать зелёным цветом, работать над зелёным цветом и сделать его интересным, потому что есть два сложных цвета. Это зелёный и белый для художника, как я уже говорила. И вот я не работаю никогда зелёным цветом, я его сама создаю, сочетая разные жёлтые, разные синие. Поэтому получается достаточно интересное разнообразие и никогда оттенок один не повторяет другой. Моя любимая работа – розы, земляные краски, сложное сочетание, композиционное, контрасты, ну, как бы такая обычная и необычная в то же время композиция. Работы 2020 года, тоже хотела их показать. Это «Берёзы». Берёзы мною восприваются много-много лет, много-много раз. И вот эти две работы, я очень надеюсь, что в них есть какое-то ощущение, что они написаны в период уже практически карантина, что всё у нас всё-таки с вами будет хорошо, и всё-таки вот это весеннее солнце растопит тот весь ужас, в котором сейчас мы все оказались. Эти две работы тоже вошли в каталог. Они достаточно старые, они девятого года, написаны были в Калифорнии, почему-то не входили в последние мои каталоги, я то ли о них забывала, то ли как-то они были не в теме. И вот здесь вот я всё-таки решила их показать, потому что это очень тоже на меня оказало большое влияние пребывание в этих мастерских. Вот эта вот работа тоже с земляными красками, это, в общем, такая... Очень интересное время. Ещё такой слайд. Парижская мастерская. И мой портрет, опять же, предвестник весны. Вот эти вот две работы, о них я отдельно говорила. Они сделаны в Люксембурге. Масляная пастель. Я являюсь автором методики, я учу рисованию живописи по своей системе. И вот, собственно говоря, вот через масляную пастель я своих учеников подвожу к работе масляными красками. Обратите внимание, если вам это интересно, это очень интересная система, когда постепенно через масляную пастель вы осваиваете работу масляными красками. Попробуйте, и это будет такой очень интересный для вас опыт. Акварели. Работаю много этой техникой. Тоже две работы вошли в последний каталог. Это две работы, сделанные в Париже в мастерской в 2014 году. Это акварельный карандаш. Акварельный карандаш – техника очень сложная, несмотря на вроде её простоту, когда вы делаете рисунок и просто его размываете. Дело в том, что если вы достаточно много наложили цвета и размыли, вы получите грязь. Вот здесь нужно остаться на той грани, чтобы в грязь не свалиться. Две работы, два окна в 2014 году сделаны в Париже. Это сухая уже пастель, это не масляная, сухая пастель. Вот это сочетание интересное. С правой стороны небо – это прибалтийская работа, лес. А с левой стороны – это подмосковная берёза, это пастель. Вот разное небо, разные деревья, всё можно сравнить. Две работы тоже из каталога, сделаны с небольшим перерывом, буквально там в два часа, разными цветными карандашами, более мягкими, более твилотами. И вот чуть-чуть про каталог, который я хотела тоже сделать его презентацию на этой выставке. Ничего не получилось. Этот каталог в 2019 году был издан. Опять же, при поддержке, ещё раз повторюсь, из Твест Юнайтед Банка. И вот как бы вы здесь видите, дружба Люксембурга и России на обложке. Обложке – это вот разворот, собственно говоря. Обложка, передняя сторона и задняя сторона. Обращение банка. И вот немножко работы с банковской коллекцией. Это то, что принадлежит вот сейчас банку, то, что украшает стены этого банка. Такие вот работы. Просто можно посмотреть на них. И вот так же устроен, как бы заканчивается банковская коллекция. Начинается основной блок каталога. Вот так вот он устроен, таким образом. И вот немного вам ощущения от визита в гостиный двор. Подход. Подход к выставочному залу, о чём я говорила. Вот эти вот витрины с интересными артефактами. И пространство большой гостиного двора. Спасибо вам большое за внимание. Если вам интересно, пишите на страницу. Мы тогда ещё раз встретимся через несколько дней. И я вам расскажу историю французских мастерских, куда я достаточно регулярно езжу. Покажу работы, которые там я делаю. Расскажу вообще об этом очень интересном месте в мире. И для художников, и вообще вот как в таком действительно творческом, замечательном кластере. Всего вам доброго. Продолжение следует...